Как обычно по субботам у нас в начале выпуска немного ободряющие статистики от ведущего экономиста современного Башкортостана Рустема Шаяхметова. В отношении каждого десятого россиянина возбуждено исполнительное дело судебных приставов с целью взыскания с него каких-либо задолженностей, которые уже просрочены. Каждого десятого. А общая задолженность россиян по всем видам кредитов, ипотек, займов и так далее составила 32 триллиона рублей, что существенно превышает годовые поступления бюджета всей Российской Федерации. Общий бюджет России составляет всего 28 триллионов рублей. Впрочем, государство любезно предоставило россиянам, запутавшимся в сетях финансовых ловушек, шанс избавиться от бремени кредитной задолженности. Достаточно добровольно отправиться на специальную военную операцию, и вам, возможно, скостят, заморозят, или даже простят те кредиты, которые вы набрали. Вот такие вот развилки у россиян сегодня. Как я и прогнозировал ранее, под суд отправляется очередной любимчик Хабирова Рустам Авзалов. Ныне министр туризма и предпринимательства, а ранее мэр Сибая. Вместе с ним под тот же самый суд отправляется первый заместитель министра транспорта и дорожного строительства Виктор Жульков. Эти оба два еще в 2021 году в бытность Авзалова мэром Сибая замутили, как говорится, схематоз с дорожным строительством. По версии уже закончившегося следствия МВД чиновники набирали в обход конкурсных процедур подрядчиков для дорожных работ, принимались работы без должного контроля, и, собственно, выполненные эти работы были с такими грубыми нарушениями, что сейчас на некоторых объектах нужно все демонтировать и делать заново. Речь, собственно, идет, в частности, о ремонте улицы Горького в городе Сибая и строительстве дороги Сибай-Туяляс. Следствие полагает, что действия вышеуказанных чиновников Жулькова и Авзалова нанесли многомиллионный ущерб государственному бюджету. Ну и, соответственно, по статье, которая вменяется вот этим двум товарищам или господам, а, может быть, уже и гражданам, так вот, им полагается до семи лет лишения свободы. На данный момент и Авзалов, и Жульков ограничены в своей свободе, правда, не заключены под стражу, Авзалов находится под подпиской о невыезде, а Жульков ограничен в определенных действиях, и, наверное, мы все вместе пожелаем им справедливого суда и, как говорится, мягкой посадки. А вот судебно-криминальная судьба другого подручного Хабирова, Верховного Муфтия Республики Башкортостан, Айнура Бергалина, только-только формируется. На днях одним из уфимских судов было принято к рассмотрению дело о иске к Бергалину и Духовному управлению Республики Башкортостан о невыплате зарплаты сотрудникам. Административное дело уже возбуждено прокуратурой, и, возможно, оно, может быть, и будет переквалифицировано в уголовное дело, ровно так, как это позволяет сделать российское законодательство. Но тут, как говорится, на все воля Аллаха, милостивого и милосердного. Некоторые вещи устроены достаточно просто, и не надо их усложнять. Вот и с открытой политикой тоже все просто. Мы помогаем вам узнать, что и почему происходит в регионе, а вы помогаете нам существовать. Потому не забывайте помогать каналу материально. Сделать это можно единственно доступным способом, перечислив посильную вам сумму, на тот расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и в описании под каждым выпуском. Заранее большое спасибо. Мы уже начали основательно беспокоиться о пропавшем с радаров министре транспорта и дорожного строительства господине Клебанове. Но вот в конце недели он наконец-то вышел на связь с окружающим миром, но, увы, не очень радостный повод был тому причиной. Стало известно, что четвертая опора долгожданной Зининской развязки перекосилась на 100 мм, что, по мнению специалистов, катастрофически много. Некоторые уже припомнили обрушение моста через реку Белую на трассе М-5 в 1983 году из-за технологических нарушений и начали проводить параллели. Гражданин Клебанов был вынужден с жаром оправдываться, называя ситуацию с Зининской развязкой недочетами и, цитируя, незначительными вертикальными отклонениями. Клебанов в отчаянии напомнил, что контракт на строительство завершается только в ноябре, у него еще куча времени все это дело переделать и исправить. Вот только есть ли время и исправит ли он? Или просто прикроется бумагами каких-нибудь лояльных экспертов на наш с вами страх и риск? Ждем заключения экспертизы 15 сентября и надеемся, что в этот раз никак в 1983 году все будет сделано как положено и эта несчастная развязка не обрушится кому-нибудь на голову. Завтра, 10 сентября, в Республике Башкортостан выборы в местный парламент Госсобрания Курулта Республики. И, как ни странно, главный вопрос в этот раз у избирателей был не за кого голосовать, не кто лучше всех, у кого какая программа, кто что предлагает. Вопрос стоял так, ходить на выборы или нет. В связи с этим мы в своем телеграм-канале «Открытая политика» провели опрос и в нем поучаствовало довольно большое количество людей, более 1400 человек и большинство опрошенных, 58%, разуверились в российской системе выборов. Для этого действительно есть веские основания. даже беглого взгляда на список кандидатов и партий достаточно, чтобы понять, что все они, без исключения, ближайшие друзья, а иногда даже родственники Радзия Хабирова. А все организации и партии, которые участвуют в выборах, это, конечно, абсолютный договорняк. Глядя на всех этих Шамиле Валеевых, Зульфии Гайсинах, Монсенов и прочих Бузыкаевых, ничего кроме тошноты и безгливости у нормального избирателя возникнуть точно не может. А никого больше нет. Все как под копирку. Но ведь и не ходить на выборы, это значит подарить свой чистый, незаполненный бланк бюллетеня тем самым единороссам или незаконно рожденным от них новым людям. Здесь точно питать иллюзии не нужно. Новые люди, это просто обыкновенное отпочкование от единой России. Рекомендации я вам давать точно не буду, но отмечу, что в комментариях к нашим постам в Телеграм-канале, на Ютьюбе и в прочих социальных сетях к постам, посвященным выборам, было огромное количество комментариев о том, что люди пойдут на выборы и испортят свой бюллетень, чтобы он не достался единороссам. А решать в конечном итоге, конечно, вам. За последние 4 года Уфа превратилась в постоянно действующую площадку для увеселений, развлечений и утоления тщеславия чиновников. Уже скоро, 14 сентября, столицу Республики Башкортостан накроет очередной ивент. У нас случится фестиваль игрушек. Айда играть! Ну и все будет, как мы любим. С перекрытием улиц, с салютом. Все это будет посреди рабочей недели. Ну и, естественно, дружеский визит проголодавшейся делегации из братского Ирана. Однако не все хабировские праздники выглядят вот так безобидно, как вот этот вот фестиваль Айда играть. Последние 2 спортивных праздника, широко разрекламированных хабировской прессой, 2 марафона унесли человеческие жизни. Сначала 2 сентября погиб участник марафона Уральский Барс, а затем уже 3 сентября погиб участник Уфимского марафона. И все эти смерти в определенной степени, конечно же, на совести организаторов, а значит, и на вдохновляющих их чиновниках и лично хабирове. Не умеете организовывать, не можете обеспечить безопасность, не можете обеспечить медицинский контроль, не можете обеспечить оперативную, скорую, медицинскую помощь, не беритесь. Даже такое безобидное спортивное мероприятие, как марафон, у них не получается. Ну, кроме смертей участников, есть еще и всякие мелочи. Ну, например, многомиллионные затраты бюджета, колоссальные потери времени, которые, в конце концов, тоже выражаются в денежные потери, многочасовое стояние миллионов людей в пробках и так далее. Но карусель хабировских торжеств, похоже, уже не остановить. Все это натужное веселье, впрочем, призвано внушить народу ощущение благополучия, величия. Ведь только в благополучной, беззаботной и сильной нации возможно такое, как постоянные праздники. Постоянные праздники и дорогостоящие веселья. И не беда, что около дома 8 по улице генерала Рыленко, например, внезапно просел грунт настолько, что жители этого несчастного дома беспокоятся, не обрушатся ли строение. А квартиры в этом доме, безусловно, подешевели. Не беда, что 8 сентября часть фасада дома номер 84 по улице Ленина в Уфе рухнула на автомобиль, чудом не убив кого-то из жильцов или прохожих. Все это ерунда. Главное, это безостановочное, безумное веселье, салюты и шашлыки. Как известно, голубой мечтой любого сидящего на бюджете чиновника в Российской Федерации является такая схемка. Придумываем, что что-то, вот не важно что, должно быть одинаковым у всех. И вот это одинаковое заказываем огромным тиражом в дружеской фирме, которая привычно поделится своими сверхприбылями с теми самыми чиновниками. Все. Вот такая схемка. Она применима ко всему на свете. К школьной форме, к табличкам, к трамваям, остановочным павильонам, проектам парков, к самим паркам. Все, что угодно, главное, обосновать, утвердить, а после этого только карманы успевая подставлять. Собственно, в Башкирии новая идея на эту тему. Дело дошло до школьных столовых. Башкирские чиновники придумали заказать во все школы Республики Башкортостан брендированную посуду. Ну, умножайте 500 тысяч школьников Республики вот на хотя бы на один набор посуды. Умножили? Вот так, да? Ну, узнав об этой инициативе, жители Республики стали предполагать, что же хочет написать на школьных тарелках крестный отец башкирского школьного питания Алексей Гусев, министр торговли и защиты прав потребителей. Вариантов было много, но победил такой вариант «Ешь что дали и точка». Очень любопытно, какой из любимых фирм родного Красногорска господин Гусев поручит вот этот вот гигантский заказ. Также хотелось бы узнать, каким образом господин Гусев и его товарищи, кто к этому всему причастен, возможно, формальная инициатива будет исходить и от Министерства образования или еще от кого-то. Так вот, как они объяснят родителям школьников вот эту многомиллионную, а может быть и многомиллиардную затрату государственного бюджета на фоне того, что родители бегают и покупают за свои деньги учебные пособия, спортивный инвентарь, иногда даже всякие шторы и стеклопакеты в школы, при этом будет вот такая роскошь, брендированная посуда для школ. Ну, как говорится, голубая мечта чиновника исполняется. Жители башкирского села Подольск, утверждающие, что их принудительно и незаконно выселяют ради медного месторождения находящегося под их родным селом, повторно обратились к руководителю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину за помощью. Александр Бастрыкин повторно взял их обращение на личный контроль. Пометуя о русской поговорке о том, что Бог Троицу любит, полагаю, что жителям села Подольск Хайблинского района стоило бы записать сразу и третье обращение к Александру Бастрыкину. Ну, пока погода не испортилась. И неплохо бы понять, что Бастрыкин вовсе не Бог. И хотим сказать, что правдивую и достоверную информацию мы можем доводить до вас только через сбор людей и посредством в видеообращении. Все наши попытки достучаться и донести до вас информацию иным способом о незаконном и рейдерском захвате наших домов и земель коммерческой организации ООО Башкирская медь и о том, что местные и региональные власть имущие не предпринимают никаких действий по защите своих граждан от нападения на наши земли частной организации тут же искажаются и блокируются бюрократическим барьером. Завтра 10 сентября не только выборы госсобраний но и 90-й стрим открытой политики в 21.00 как обычно подключайтесь обсудим что нового случилось на минувшей неделе обсудим как вы участвовали или не участвовали в выборах мы обязательно сделаем опрос предыдущий стрим 89-й был у нас очень многолюдный надеюсь что по осени мы все больше и больше будем увеличивать количество людей на наших трансляциях так что милости просим заранее вопросы к стриму можно отправлять в комментариях к этому нашему сегодняшнему видео я их все обязательно прочитаю постараюсь на них ответить до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...